итак приветствую с мои друзья и гости канала сейчас мы с вами полетаем на территории жилого комплекса кватра и в конце я еще покажу у нас обычную дорогу с кватра сколько например у нас занимает до за вокзального района здесь мы летим на той территории которая будет свободном доступе для всех жителей для всех жителей у нас этого славного поселка и здесь давайте посмотрим на саму стройку посмотрим со всех сторон вокруг нее полетаем сразу говорю на данном этапе это у нас самый такой интересный жилой комплекс который у нас строится до на большой территории все вместе здесь превышает два с половиной гектара земли вот это у нас части земли до муниципальные она тоже будет облагорожена но здесь будет вход свободный а вот например все что касается у нас по правую сторону от домов до между домами и речкой которая у нас называется догомыс запада догомыс там конечно же будет закрыта территория только для своих для тех людей которые являются жильцами данного жилого комплекса еще раз повторюсь жилой комплекс состоит из четырех двенадцати этажных домов строится по закону из 14 генеральный подрядчик у нас аилка плюс заказчик у нас аилка плюс плюс и конечно же здесь у нас очень хорошие удачные планировки квартиру можно здесь взять за 26 точнее 26 квадратных метров а можно взять и 63 квадратных метров самые удачные самые золотая середина это двухкомнатные квартиры 50 квадратных метров они же у нас является угловыми и у них как точнее с них потрясающий вид сразу будет дом на 12 этажных и первый этаж конечно же у нас коммерция сейчас мы пролетаем с вами видно что у нас появляется первая зелень у нас март месяц но и здесь рядышком стоят наши соседи которые называются место под солнцем именно вот такими вот эти жилые комплексы такие же будут желтенькие красивые один в один сразу скажу по цене если мы например можем жилом комплексе кватор купить квартиру по 74 тысячи рублей за квадратный метр то вместо под солнцем у нас цена 105 тысяч рублей за квадратный метр отсюда мы с вами делаем вывод что для инвестиций этот объект довольно-таки привлекательный и те люди которые хотят именно воспользоваться безопасными инвестициями чтобы сделка регистрироваться на своем рост-реестре то добро пожаловать пока квартира еще есть сразу до моря здесь идти 12 минут пешком море не так далеко и до моря у нас один километр идти пешочком не напрягаясь ну и теперь давайте попробуем с вами проехаться с данного жилого комплекса проедем мы с вами в район который называется за вокзальный и доедем с вами до жилого комплекса который называется остров мечты сразу говорю здесь целом дорога относительно комфортная здесь есть один перекресток мы сейчас с вами до него доедем который у нас некомфортно здесь конечно тоже нас колхоз машинами также как в адлере также как и в центре сочи но целом проехать можно извести здесь в отличие от всех остальных районов у нас здесь присутствуют пешеходные переходы даже есть какие-то гаражи заброшенные ну и конечно же давайте мы сейчас с вами все-таки выйдем на улицу армавирская и попробуем с вами спокойно уже доехать до нашего места сразу горе здесь у нас есть небольшой затор потому что перекресток у нас имеется но светофора там нет и конечно же разъезд у нас тяжелый потому что у нас батумское шоссе это главная улица и со второстепенно с армавирской туда выехать не тоже чем сложно но очень близко к этому но в любом случае мы находим с вами варианты мы находим с вами пути именно так называется да чтобы можно проехать у нас все-таки у нас сочи довольно-таки культурный город и всегда пропускает всегда уступает и всегда идут у нас навстречу ну и давайте мы сейчас все-таки с вами попробуем преодолеть сразу выезд до этого перекрестка занимает пять минут пробках поэтому от того времени которое сейчас вы видите можно смело отнимать пять минут и вы поймете примерно за какое время вы сможете доезжать у нас до гамыса например до центра сочи если вас там находится работа для кого это может быть интересно конечно же для педагогов конечно же для сотрудников тех или иных учреждений и конечно же у нас для врачей так как у нас за вокзальном районе самое большое количество больниц поликлиник частных клиник опять же и тоже много чего интересного немножко решил для вас помыть лобовое стекло чтобы вам было комфортно и интересно смотреть что касается у нас дагомыса дагомыса прежде всего это лазеровский район и есть например сравнить например с адлером то с дагомыса до дорога до центра сочи гораздо меньше но присутствует определенный серпантин но серпантин у нас имеет по две полосы в каждом направлении поэтому расстояние с дагомыса до сочи у нас целом пролетает комфортно главное преодолеть вот этот тот самый перекресток но доехать до улицы батумской и попробовать проехаться сразу говорю здесь у нас сами же водители искусственно делать две полосы те люди которые хотят нас повернуть направо и те люди которые нас хотят проехать прямо либо налево как вы видите целом тоже машина разного нас дагомысе присутствует есть у нас и классика да и есть у нас иномарки в принципе хватает всех и таксисты есть в общем таксист у нас дагомыса не брезгует на данном этапе с дагомыса до центра сочи можно первое доехать на электричке второе можно доехать у нас на автомобиле и третье конечно же можно нас преодолеть это расстояние на автобусе ну и еще есть каста извращенцев кавычки да которые могут преодолеть на велосипеде конечно же у нас и на мотоцикле и на мопеде можно круглогодично брать и и кататься но по данному направлению сейчас мы с вами все-таки возьмем и попробуем доехать в конце концов очень долго мы стоим на выезде понимаете если повернуть нас направо то мы с вами попадем в краснодар но сначала конечно же мы с вами доедем до лоу потом мы с вами доедем до лазаревского после разыска лазарского доедем до туапсе после туапсе до горячего ключа и и в том числе после горячего ключа конечно же до краснодара но не будем забывать чтобы ехать через джугу тогда мы будем ехать с вами по асфальтированной дороге и дорога будет для нас не такая печальная например дорога которая у нас длится например через обширонск и через хадыжинск и так давайте мы с вами все-таки попробуем проехать сразу говорю здесь нас такая культура вождения приходится останавливаться непосредственно на пешеходном переходе потому что светофора нет ничего нет и маневр любой сделать довольно проблематично если мы с вами пройдем прямо ребят то мы с вами пойдем на пляж на пляж который называется у нас раз догомой самый широкий пляж в большом большом сочи сейчас мы с вами двигаемся по улице батумской по правой сторону у нас остался жилой комплекс который называется солнечный догомыс тот корпус который у нас должен там скоро сдаться и сейчас здесь мы с вами проезжаем здесь всего лишь у нас по дороге будет два светофора ну и конечно же потом у нас просто 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 небольшой перевал он же нас называется мамайский перевал и мы с вами спокойно преодолеем что есть догомыси в догомыси есть как минимум две школы которые мы посмотрели возле экватора это раз у нас есть центр восточных индоборств это два у нас есть дом культуры это три у нас есть строительные магазины автомойки есть автозаправки есть в общем рынок есть в общем здесь есть посмотреть два раз к слову в общем извиняюсь то у нас в догомыси много чего есть интересного по сути этот такой микрорайон который может жить сам и можно в принципе с этого микрорайона никуда не выезжать если тем более вы сделали себе какой-то небольшой бизнес сделали какую-нибудь автомойку или вы сделали себе парикмахерскую то в целом можно как бы про центральной сочи даже и не задумываться сейчас мы с вами проезжаем жилой комплекс который называется каньон каньон который именно в догомыси там у нас два этажа коммерция есть подземный паркинг ну и конечно же те самые студии здесь из поверненного права то нас заправка лукойл если даже там заправлялся хорошие приветливые у нас заправщики в общем ну молодцы оставили очень хорошее впечатление такое ощущение будет оказался прям где-то у них в гостях очень вежливые гостеприимные поставил пять баллов и конечно же оставил чаевые вот такой нас лет серпантин в принципе как вы сами видите серпантин у нас не такой страшный как у нас например взять участок туапсы лазеровская и здесь спокойно преодолеть это расстояние можно сразу говорю здесь у нас сплошная линия но всегда будьте готовы что через эту сплошную линию к вам может кто-то выехать или постараться кто-нибудь заехать и сплошную линию поэтому двигаясь по серпантинам надо 50 раз достовериться в том что вас никто не подрезает не обгоняет и поперек не выезжает если вдруг у нас такая ситуация сейчас будет мы с вами увидим да надеюсь что проедем хорошо и безопасно ну вот нас таксисты да у нас они по серпантину и и даже быстрее чем я у них скорость в разы выше и поэтому за но я ехал с клиентами поэтому старался сделать так чтобы клиенты себя чувствовали в максимальной безопасности и чтобы я не подвергал жизни вот именно тем баловством которые иногда у нас делают на серпантине что касается у нас дороги да я пока еще пробок не раз таких утром серьезных не видел вполне возможно просто нет аварий но если вдруг пробки будет конечно же я вам озвучу сейчас здесь будет нас ну как бы временная разменка которую сделали у нас гаишники да и тем самым помогли у нас сделать так чтобы разгрузить именно этот перевал сейчас мы проехали пешеходов кто-то скажет там макс ты там не уступила ребят я доехал смотрел они то идут то не идут то с друг другом разговаривают по телефону болтает поэтому я двигался в левом ряду и считаю что я им не помешал хотя у каждого из нас может быть своя точка зрения я думаю ты на пешеходный переход вступил ты должен идти если же ты не хочешь переходить ну зачем там стоять с тем более трепаться по телефону вот она разметка да было у нас раньше три полоса сделали четыре полосы конечно иногда у нас на таком вираже обгонять страшно иногда у нас сложно но 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 страха глаза велики и вот здесь мы сейчас увидим пешехода да видно намерение что он хочет перейти и вот тут то его конечно же не пропускает и здесь ему надо пробежать поэтому сразу говорю у нас на пешеходных переходах не то что чем ходят они нас бегают все и я тоже бегаю потому что шибут и даже не спросит твоего имени здесь мы уже спускаемся непосредственно с перевала здесь еще раз повторюсь временная разметка которая уже существует полгода это четыре полосы в каждом направлении и я думаю почему они ее не сделать основной может быть из-за того чтобы у как бы у автолюбителей было сконцентрировано внимание но вот ночью например вот такой разметки очень тяжело ехать поэтому поэтому я наверное за то чтобы либо сделали например как раньше была у нас классика просто там три полосы да они делали искусственно 4 ну либо уж совсем ничего не делаете потому что красный многих водителей вводит заблуждение многие не знают что это обозначается временная разметка и поэтому едут ориентируясь на белые полоски на белые полоски там совсем получается интересное ну вот смотрите у нас наконец-то зелень появляется осталось прям совсем чуть-чуть осталось совсем немного и вот здесь у нас закончился лазерский район по левую сторону у нас национальный парк национальный парк заповедник и поэтому у нас догомыс славится вечно растущими деревьями очень много деревьев опять же много кислорода и большому счету я чем чаще бываю в догомысе я в догомысе был сегодня четыре раза вчера был три раза тем больше он мне начинает нравиться хотя после того как я сейчас доеду то за вокзального района я еще для вас сниму дорогу с непосредственно сам с района который у нас называется голубые далее мы с вами пробуем с голубых далее доехать до гаи до макаренко тоже для интереса посмотрим сколько же по времени это все займет ну и вот смотрите если мы с вами ушли бы направо мы бы с вами попали на улицу виноградная но мы с вами сейчас едем дублер и будем ехать через дублер сразу говорю этот туннель который мы начинаем с вами объезжать этот туннель у нас один из самых последних его открыли прям буквально перед олимпиадой там за за неделю и он у нас один из самых протяженных чем хороший дублер что у нас всегда по две полосы в каждом направлении и разделение происходит таким жестким отбойником и как бы попасть в дтп на дублере надо очень сильно прямо изловчиться единственное что у нас вызывает дисбаланс да это у нас за туннелями есть небольшие места где можно взять и развернуться и многие водители выезжают даже не смотрят кто едет и как едет сейчас я покажу эти места и конечно же иногда вот авария попадается и здесь если авария случилась то скорее всего летальный исход вам обеспечен потому что многие едут со скоростями свыше 140 километров в час и поэтому если авария такой скорость случается ничего хорошего с дождать не нужно вот здесь я сейчас хотел вам показать вот он есть видите разделительные для маневров у нас попало полосы и по большому счету там хорошая такая мертвая зона сам пробовал разворачиваться и теперь сделал вывод нет если уж проворонил поворот буду ехать до конца чтобы не свою жизнь не жизнь соседа не подвергать опасности ну и вот сейчас мы с вами проезжаем второй второй непосредственно туннель да тоннель этот более-менее получше и тут же конечно же мы берем и въезжаем в третий туннель сейчас мы с вами преодолеваем расстояние ничто иное как мамайку мы с вами преодолели под мамайкой как раз идут нас вот эти туннели именно под русской мамайкой сверху на туннелями есть жилые дома все сделано прочно я думаю что они у нас не отвалятся поэтому поэтому не бойтесь на мамайке можно брать ну и вот здесь да мы с вами сейчас берем проезжаем первый поворот если мы на первом повороте съедем то мы с вами попадаем заречный район заречный там же можно у нас проехать в в сторону донской и там же у нас можно проехать в район нового сочи дальше мы смотрите проезжаем и следующий у нас будет поворот примыгающая дорога как раз будет на улицу горького там нужно будет сделать небольшой маневр и мы сможем попасть непосредственно развязку которую нас ведет конечно же в центр здесь я раньше времени перестроился ступил скажу честно ступил нужно было еще немножечко в левом ряду проехаться и туда спокойно я смог бы взять и преодолеть этот небольшой участок а здесь почему-то я зачем-то не знаю зачем-то я решил поехать в потоке сразу говорю вот здесь смотрите у нас знаки которые сверху висят да и в том числе камеры они будут динамические поэтому вы можете ехать у вас будет ограничение например 80 километров час едете в дождь может смениться на 40 километров час идти и вам придет штраф по полной программе даже если вы будете ехать 80 на превышение за 40 километров час вам придется соответствующий штраф вот здесь мы смотреть на улицу горького сворачиваем направо сейчас мы с вами доезжаем до ближайшего съезда налево и там где у нас будет съезд налево мы с вами разворачиваемся и проедем немножечко в обратную сторону чтобы нам может было оказаться на нужной нам развязки может был заводальный район ехать и прямо но там собираем две большие пробки возле жилого комплекса который называется у нас парь горького поэтому здесь мы сейчас спокойно преодолеем и уже не спеша не дыша мы конечно же доедем до нужного нам место так я прям аккуратненько пристроилась потому что страшно здесь многие у нас конечно же берут уступает но вдруг присутствуют гости у нас города сочи те у нас уступать не будет тебе пол бочины снесут и скажут я был прав и они будут правы в этой ситуации ребята они будут правы сто процентов поэтому давайте мы сейчас с вами перестроимся потихонечку направо потому что нам нужно будет повернуть вправо как вы сами понимаете что для того что повернуть у нас направо нужно принять крайнюю правую полосу и тогда мы с вами не будем нарушать правила дорожного движения сверху под нами проходит дублер та самая дорога на котором мы с вами передвигались сейчас мы с вами доезжаем до перекрестка небольшой там заторчик прям совсем небольшой и потом опять комфортно сможем проехать сразу говорю дорога у нас заняла на тот момент не больше чем 20 минут но я обычно доезжая когда без клиента да когда просто еду в свое удовольствие я доезжаю до вокзального района за 12 минут здесь я просто много потерял времени на выезде да поэтому не знаю как так получилось ну и здесь у нас конечно же есть светофор у нас светофоров в сочи очень много отец для фары которые у нас работают их единицы ну вот смотрите сейчас еще раз покажу как правильно лучше ехать за вокзале район здесь мы поворачиваем направо здесь мы с вами на первом же съезде поворачиваем опять направо давайте посмотрим период дороги эту дорогу вы уже на узнали каждый день я раньше по этой дороге ехал у нас передвигался в сочи точнее к себе на работу но сейчас так получается что у меня рабочий день начинается пораньше чем у нас открывается офис поэтому я начинаю рабочий день у нас непосредственно с прокатов может быть встреча с аэропорта проводовый аэропорт и тому подобное здесь у нас пешеходный переход конечно же мы уступим дорогу потому что пешеходы это святое я у нас уважаю пешеходов и здесь смотрите мы сейчас двигаемся с вами в обратном направлении сейчас мы с вами пойдем тоже на хороший перекресток и в принципе мы уже с вами по сути уже оказались за вокзальном районе за вокзальный район это что такое это и горбольница номер четыре да там и школа номер тринадцать и конечно много чего интересного у нас имеется ну и вот в принципе уже так вот не спеша не дыша мы взяли с вами и долетели теперь что касается у нас поездки поездка в целом прошла комфортно и клиенты остались довольным надеюсь вы тоже остались довольны если вам нравится такой формат видео ставьте лайк если нравится видео пишите комментарии хотели бы какой-нибудь еще район увидеть тоже пишите комментарии не стесняйтесь я буду знать что моя работа не просто так проходит я с большим довольствием буду вам показывать город тем более у нас сегодня солнышко светит есть что показать интересно через месяц у нас все будет зелено и будет еще круче все ребят спасибо вам огромное за то что посмотрели 24 минутный ролик если вдруг остались какие-то вопросы задавайте в общем с любовью и уважением ваш максим коломейцев ну и конечно же если вдруг кто-то думает переезжать в сочи не переезжать посмотрите мои видеоролики вы найдете в них очень много ответов и многие вопросы которые у вас есть в голове вы просто сможете даже не общаясь со мной получить ответ ну а теперь ребят всем пока и в общем не забываем ставить лайк и подписываться на канал пока ребята пока не забывайте подписываться на канал пока не забывайте подписываться на канал пока и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин